Девушки отдыхают Больше, выше, сильнее Оперейшн Блицштурм Скучная и неинтересная игра Одна из тех, которые хранятся на жестком диске всего пару вечеров Всем привет! В эфире снова Фак и я Влад Лехов Фак это компас в мире компьютерных игр Из нашей программы вы узнаете последние новости игровой индустрии И услышите ответы на вопросы по прохождению Итак, ближе к делу Слава студии The Creative Assembly с их многочисленными Total Warами Не дает покоя многим разработчикам В этой связи на арене компьютерных развлечений Время от времени появляются такие поделки Как History Channel, The Great Battles of Rome Legion Arena и многие другие Проект Crusaders The Kingdom Come О котором мы расскажем прямо сейчас Очередной претендент на трон сериала Total War Посмотрим, что он из себя представляет Действие Crusaders The Kingdom Come происходит в конце 11 века Папа Урбан II при поддержке орденов госпитальеров И тамплиеров разворачивает крупномасштабную военную кампанию Которая в итоге навсегда изменит облик Святой Земли на многие-многие века вперед В истории это событие известно как Первый Крестовый Поход Тысячи всадников из Европы ломанулись в Азию Встретили там сопротивление мусульман во главе с Аллах-одином И забыв про христианские заветы, учнили там натуральную бойню Явление убийства себе подобных в человеческой истории в общем-то не ново Но данный исторический период примечательен тем, что отголоски тех событий мы слышим до сих пор Такой вот непростой сюжет у Crusaders Чего не скажешь о системных требованиях Это процессор на частоте 2 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ видео и 5 ГБ на жестком диске В игре более 200 типов юнитов и у каждого из них собственный стиль поведения Действие происходит в реальном времени Поэтому иногда можно и не успеть отдать нужную команду своим отрядам В таких случаях они начинают действовать самостоятельно Поведение юнитов также зависит от многих других факторов Вооружение, опыта, морали бойцов Во время сражений ваши войска зарабатывают опыт, повышая свои характеристики А в перерывах между миссиями у вас будет возможность потратить деньги на закупку нового оружия, доспехов и на многое другое Наша оценка геймплея 5 баллов Реалистичные погодные эффекты Тщательно проработанная система персонажей Тысячи полигонов на юнит и многое другое вроде как любой игре пойдет на пользу Также из Крусейдерс Все тут радует глаз, но нет того шика, который присущ основному конкуренту Только из-за этого мы снижаем балл Наша оценка графического оформления 4 балла С музыкой и спецэффектами у игры все неплохо и нехорошо Слушать можно, но без фанатизма Наша оценка звукового сопровождения 4 балла Субтитры создавал DimaTorzok Крусейдерс с легендом Кам добротная, крепко собранная историческая стратегия Не будь в природе такого явления как Total War, пришлось бы ей сиять в лучах славы А так приходится стоять рядом с троном, шаркать ножкой и глядя на старшего брата Говорить что-нибудь вроде «Я тоже так умею» Короче говоря, в игре много удачных моментов, но до эталона она не дотягивает Наша общая оценка игры 4 балла В Крусейдерс самое интересное, как ни странно, это историческая эпоха, в которой происходит действие игры Все остальное, графика, звук управления и попытка выехать на горбу Total War Смотрится как-то бледно и местечково Однако, до появления Empire Total War фанатам глобальных стратегий выбирать не приходится Поэтому играют во все, что придется Сейчас же мы ответим на некоторые вопросы и дадим советы по прохождению игры Crusader TheKingdom.com Первый вопрос А можно ли как-то увеличить сложность игры? А то в третьей миссии становится ужасно скучно и неинтересно играть Отвечаем Нет, в игре такой опции нет А прохождение действительно чревато повторяющимся набором действий Закупаетесь по самое «не хочу» перед боем Выруливаете на отлично освещенное пространство И начинаете гонять по полю мающиеся от безделья отряды мусульман Искусственный интеллект в игре, конечно, никакой Следующий вопрос А откуда в игре керасы и тому подобное? Разве это было возможно в 11 веке? Или разработчики что-то напутали? Отвечаем Разработчики действительно что-то напутали В Crusader стаки исторические огрехи на каждом углу Так что если вы ценитель исторической достоверности Crusader The Kingdom Come точно не для вас Следующий вопрос Какими параметрами нужно оперировать, чтобы просчитать перед боем Свои шансы на победу? На что в первую очередь нужно обращать внимание? Отвечаем В бою у отрядов основными характеристиками являются два вида урона Рукопашный и стрелковый, а также защита Есть еще несколько второстепенных Как то усталость, высота над уровнем моря и тому подобное Но влияние и скорее косметическое И в стратегическом смысле на вероятность победы или поражения не влияет Компания City Interactive известна своей любовью к регулярному изготовлению довольно-таки посредственных 3D-шутеров О некоторых из них мы уже рассказывали Это Sniper, Art of Victory, Marion, Sharp Shooter, Terrorist, Takedown и Ижи с ними Совсем недавно они отправили на золото свой новый проект Operation Blitzstorm, сделанный на движке Fear О нем-то сейчас и пойдет речь Действие игры Operation Blitzstorm происходит в 1942 году В самый разгар Второй мировой Почти вся Европа лежит под пятой грозной военной машины фашистской Германии Непокоренным остался только туманный Альбион Который наряду с американским военно-морским флотом Мешает немцам обратить всю свою мощь на Советский Союз В такой ситуации Гитлер и его ближайшие помощники организуют массированные бомбардировки острова с воздуха и с моря В противовес этой тактике англичане разрабатывают и подготавливают план контрудара в лучших традициях матридского двора То есть не грубой силой, а точечными убийствами главных немецких военачальников Операция называлась Blitzstorm Ей-то и посвящен игровой процесс Основной упор разработчики City Interactive делают на то, что игра сделана на движке прославленного Fear Но обо всем по порядку Системные требования игры таковы Процессор на частоте 2 ГГц 512 МБ оперативной памяти 128 МБ видео И 3 ГБ на жестком диске Если сравнивать Operation Blitzstorm с другими поделками конторы О некоторых из которых мы уже рассказывали в наших выпусках То игровой процесс, а вернее его динамика Значительно выросла и стала разнообразнее До эпического Half-Life в игре Blitzstorm, конечно же, как до звезд Но определенный прогресс налицо Во всем же остальном, что касается беготни по уровням Отстреливанию ненавистных врагов и поиску кратчайших путей Перед нами классический шутер Немного скучный, но интуитивно понятный Да еще и на заезженную тему Второй мировой Квала богам нас не заставляет по десятому разу высаживаться в Нормандии Как оно бывает обычно в таких играх Наша оценка геймплея 4 балла Графический Operation Blitzstorm, надо признать, устарел Не на много, года на полтора-два Но это сказалось на картинке Какой движок использует игра, становится понятно при первом же на нее взгляде Да, эфир в свое время был прекрасен Но все течет, все меняется Версии шейдеров, правила динамического освещения Формат спецэффектов Все это в Operation Blitzstorm выглядит картонно и несовременно Наша оценка графического оформления 3 балла С музыкой и спецэффектами у Blitzstorm также беда в плане оригинальности Впрочем, судите сами Наша оценка звукового сопровождения 3 балла Впрочем, судите сами Хочется воскликнуть следующее Господа разработчики, остановитесь Клонирование запрещено международными законами Такую табличку можно смело вешать практически на все проекты Вышедшие из-под пера этой студии В назидании, что называется, потомком Blitzstorm скучная и неинтересная игра Одна из таких, которые хранятся на жестком диске Пара вечеров Потом удаляются И через полгода никто даже не вспомнит, как они назывались Наша общая оценка игры 3 балла После игры в Operation Blitzstorm Складывается впечатление, что немецкие разработчики Не знакомы с понятием эволюция Как еще объяснить, что из года в год Они выпускают игры как под копирку Бесспорно, это неплохие местами игры Но, что называется, без изюминки А сейчас настало время наших ответов на ваши вопросы по игре Operation Blitzstorm Первый вопрос Как открыть ворота, за которыми висит красно-черный фашистский флаг? Отвечаем Неподалеку, в одной из комнат на втором этаже В сейфе лежат ключи Они и помогут вам пройти внутрь Так как освещение неважное, их почти незаметно Но вы ищите, и вам воздастся Следующий вопрос Можно ли что-то сделать с пропадающими трупами врагов? Отвечаем Нет, этот момент жестко прописан в скриптах игры И никакими настройками не меняется Бюджетные проекты, вроде этого, часто грешат подобным минимализмом Следующий вопрос Почему в игре нет крови, свастики на флагах Изменены имена реально существовавших генералов и так далее? Отвечаем Все дело в идеологической подоплеке игр, выходящих в Германии У них все вышеперечисленное просто запрещено законом И распространяется это абсолютно на все игры, посвященные Второй мировой войне Вне зависимости от степени их детализации и принадлежности к тому или иному жанру Смотрите далее Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 Классический сиквел Больше, выше, сильнее Европа Universalis Rome Это одна из тех игр, которые требуют к себе особого внимания Смотрите далее Европа Universalis Rome Это одна из тех игр, которые требуют к себе особого внимания Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 Классический сиквел Больше, выше, сильнее Любители серьезных стратегий знают о студии Paradox Interactive не понаслышке Самый мощный ее проект, Европа Universalis, уже давно добрался до цифры 3 после названия И обзавелся немалым количеством аддонов Но, как выяснилось, даже таким мастодонтам игровой индустрии не чужды новомодные течения В свое новое детище разработчики окрестили Европа Universalis Rome Да-да, мы снова отправляемся во времена Древнего Рима Сначала можно подумать, что Европа Universalis Rome очередной аддон к третьей Европе Но, приглядевшись к игре получше, становится ясно, что это полноценный проект с большим количеством нововведений Первая и самая заметная связана с игровой картой Границы мира сузились до территории Ближнего Востока, Северной части Африки и Европы На этих землях расположились 10 государств За любой из них вы можете сыграть и тем самым переписать историю древних народов Так как вам заблагорассудится Впрочем, времена падения Великой Римской империи разработчики оставили на сладкое Временные рамки Европы Universalis Rome ограничены В качестве точки отсчета вашего правления Можно выбрать любую дату в промежутке между 280 и 27 годом до нашей эры Дальнейшие нововведения куда тоньше и интереснее Так, теперь вам необходимо самим назначать ваших непосредственных помощников Генералов, командующих вашими легионами Губернаторов, от которых зависит процветание ваших колоний И, конечно, послов Их задача плести интриги и внести грамотную внешнюю политику Системные требования к игре следующие Процессор, работающий на частоте 2 ГГц Гигабайт оперативный и 128 МБ видеопамяти На жестком диске Европы Universalis Rome займет 2,5 ГБ Геймплей Европы Universalis Rome заставит вас провести за монитором не одну ночь Решая, какой путь развивая выбрать Как разобраться с придворными интригами И где бы отвоевать себе новой земли Игрок может выпасть из реальной жизни на неопределенный срок Причем сам он того даже не заметит Впрочем, далеко не каждого способна увлечь игра вроде этой Но если вы вдруг захотите почувствовать себя в шкуре правителя страны древнего мира То Европы Universalis Rome, пожалуй, подойдет для этой цели лучше всего Пятерка за геймплей Перед нами представит полностью трехмерный мир Причем воспроизведен он с величайшей топографической точностью Кроме этого, присущий Европы Universalis стиль делает ее по-настоящему красивой Но если сравнивать эту игру с цивилизацией То в плане графики она безусловно проигрывает Четверку получает Европа Universalis Rome за внешний вид Музыка, как и в любой другой военно-стративической игре Звучит торжественная и многозначительная Но слушать ее на протяжении нескольких часов довольно утомительно Еще более утомительно слышать одни и те же сэмплы криков и лязга мечей во время сражений Которые, кстати, случаются ежеминутно Четверка за звук Европа Universalis Rome – игра на любителя Она потребует от вас большой аккуратности, сосредоточенности и, конечно, стратегических навыков И уж поверьте, разочарована вы точно не будете Твердую четверку получает сегодня Европа Universalis Rome Знаете, Европа Universalis Rome – одна из тех игр, которые требуют к себе особого внимания Сначала вы очень-очень долго ковыряетесь И разбираетесь во всех ее галочках, кнопочках и иконках Но зато потом она вознаграждает вас за ваше усердие с лихвой Да так, что за уши от компьютера не оттащишь Так вот, чтобы процесс освоения стал для вас менее болезненным Мы прямо сейчас дадим ответы на самые часто задаваемые вопросы по игре Европа Universalis Rome Вопрос Помогите, у меня ни с того ни с сего началась гражданская война Что мне делать? Отвечаем Это могло произойти из-за того, что вы ввели неправильную политику в отношении первых лиц государства Следите за тем, чтобы популярность ваших военных начальников не превышала рейтингов послов Иначе главнокомандующие легионами начинают заниматься самоуправством Вопрос Мне постоянно не хватает денег Что можно такого придумать, чтобы мое государство разбогатело? Отвечаем Во-первых, деньги в казну приносят налоги Величина этого дохода с каждой провинции определяется тремя группами людей Свободные, готовы к призыву, без них вы не сформируете армию Работающие, они способствуют развитию новых технологий И, собственно, рабы, приносящие прибыли Кроме этого, следите за тем, чтобы в каждой провинции у вас было максимальное количество торговых путей Попробуйте заключить торговый договор с другими странами Или возить товары из далеких провинций Таким образом, вы сможете решить экономические проблемы Тон Клэнсис Рейнбоу Сикс Вегас Игра, которая окончательно развернула некогда тактический экшен в сторону проголливудского действия Вместо планирования операций и вообще всего, за что ценилось Рейнбоу Сикс Вегас предлагал казино, неоновые вывески, спуск с крыши на тросах и автоматы погромче И пока одна половина играющего населения тяжело вздыхала Другая радостно страчила из высокополигональных автоматов И была, в общем, счастлива Сейчас речь пойдет о продолжении Действие сиквела разворачивается одновременно с первой частью игры Предполагалось, что сюжетно, а вторая часть будет прямым продолжением первой Которая заканчивалась явным намеком на сиквел Это не совсем так Основная масса событий действительно происходит после рассказанных Вегас спецназовских приключений Но они будут перемежаться приквел-миссиями Мы узнаем даже то, что происходило до действия первой игры А также флешбеками, восстанавливающими пробелами в истории оригинальной Вегас Впрочем, на этот раз никаких открытых концов не предвидится Обещает грандиозный финал Но главный предмет гордости разработчиков Это значительно переделанные системы создания и развития игроков Тут все в основном нацелено на кооперативное прохождение Вместе с друзьями доступны как отдельные миссии, так и основная сюжетная кампания Игра поступила в продажу 10 апреля 2008 года Рекомендуемые системные требования Процессы 3,5 ГГц 2 ГБ оперативной памяти и 512 МБ видео А также 7 ГБ на жестком диске Игра отслеживает каждый ваш шаг И за абсолютно все полезные действия Будь то убитый враг или спасенный напарник Вам начисляется определенное количество очков Достигая очередного ранга, вы получаете новое снаряжение и оружие Очень похоже на мультиплеер Call of Duty 4 Modern Warfare Также присутствует система вознаграждения за определенные приемы Сами приемы бывают трех типов Тихие убийства и использование дымовых гранат в ближнем бою Просто количество убийств, а также хэдшоты и убийства с далеких расстояний Вознаграждение выдается именно в той области, в которой вы заработали очки Остальные изменения уже не столь значительны Преграды, за которыми нам часто придется прятаться, зачастую будут ломаться Немного выросла продолжительность Наша оценка геймплея 4 балла Первое, чем обращает на себя внимание Vegas 2 Это принципиально иные декорации В оригинале Лас-Вегас, положа рукой на сердце, был отражен довольно поверхностно Так, парочка казино, да узкие городские улочки Здесь же довольно просторные уровни на крышах небоскребов Стриптиз-клубы, выставочный центр и даже пустыни Невады Сам Vegas, если кто вдруг не в курсе, располагается именно в этом штате Миссии проходят как днем, так и ночью В общем, симпатично Пятерка за внешний вид, но можно было бы сделать более интересные ролики Между уровнями и более аккуратное взаимодействие объектов Озвучка также вполне приличная Предлагаем вам самим в этом убедиться Субтитры сделал DimaTorzok Пять баллов за звук Том Клэнсен с Rainbow Six Vegas 2 Это классический сиквел Больше, выше, сильнее Не то, чтобы его все ждали с нетерпением Но провести несколько часов за этой игрой будет просто приятно Наша общая оценка пять баллов Вот и стукнуло десять лет сериалу Rainbow Six Поздравляем юбиляра Во второй Vegas получился вполне сносный Особой гениальностью он не отличается Но заметные, а главное приятные улучшения есть Мне эта игра понравилась Поиграл в нее с удовольствием, чего и вам желаю А сейчас обязательно посмотрите наши ответы на ваши вопросы по этой игре Первый вопрос Я никак не могу настроить свой геймпад Игра постоянно требует девайс для Иксбокса Что мне делать? Отвечаем К сожалению, игра поддерживает только одну модель геймпадов Для Иксбокса Следующий вопрос У меня не получается создать еще один профиль Почему это у меня не получается? Отвечаем Дело в том, что игра позволяет создать только один профиль Следующий вопрос А как пройти последнюю миссию, где чувак на теннисном корте от вертолета должен отстреливаться? Отвечаем Есть два варианта Первый Сразу после разговора Бишепа с оператором Нужно кинуть гранату под вертолет Под него, а не в него И второй вариант Долго и мучительно бегать от вертолета и его ракеты Используя укрытие и стреляя в него из пулемета В остальном проблем у вас возникнуть не должно Нет, я не плачу и не рыдаю На все вопросы я открыто отвечаю Но сейчас пора прощаться, любимый зритель мой Влад Лехов и Фак сегодня были с тобой Заходите в форум на сайте муздефиств.ру Пообщаемся И присылайте мне свои вопросы на адрес Мы обязательно все посмотрим И ответим на ваши письма Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok